Для того, чтобы поддержать бизнес, который пострадал в связи с распространением коронавирусной инфекции, государство предложило выплату субсидий. При этом данная выплата налогом не облагается. Прием заявлений на субсидию начался с 1 мая. Субсидию могут получить те предприниматели, кто включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и основной вид деятельности входит в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Также организация не должна находиться в процессе ликвидации. В отношении нее не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц. К 1 марта 2020 года у налогоплательщиков, претендующих на выплату субсидий, не должно быть долгов по налогам и взносам более 3000 рублей. И коллектив сохранен не менее чем на 90% по сравнению с мартом 2020 года. Требование не иметь задолженности на 1 марта 2020 года на сегодняшний день уже смягчено. Налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но к моменту подачи заявления он ее погасил. Важным условием является своевременное представление в Пенсионный фонд отчета по форме сведений о застрахованных лицах. Проверить право на получение субсидий можно с помощью специального сервиса на официальном сайте ФНС России. Для этого достаточно просто ввести ЭНН. Подать заявление на субсидию можно несколькими способами. Удобнее всего это сделать через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, где информация уже заполнена. Остается только уточнить счет, куда будет перечислена субсидия. Кроме того, заявление можно направить по почте, либо через специальный бокс, расположенный перед зданием инспекции. Направить заявление на получение денежных выплат в размере 1 мрот на каждого работника необходимо не позднее 1 июня 2020 года, за апрель, и в период с 1 июня до 1 июля, за май. Проверить ход рассмотрения заявления можно через личный кабинет, либо через сервис проверка права на получение субсидий. Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней. Если все условия соблюдены ФНС, Россия рассчитает субсидию, а федеральное казначейство переведет деньги. Многие из налогоплательщиков, представивших заявление, уже получили субсидии в размере 12 130 рублей на одного сотрудника. Выплаты начались с 12 мая. Всего с 1 мая в инспекцию поступило более 2000 заявлений. Из них не соответствуют критериям около 300 налогоплательщиков. 33 налогоплательщика подали заявление на выплату субсидии, имея задолженность на 1 марта более 3000 рублей. Многое зависит от того, как люди подают это заявление. Если в электронном виде, через ТКС или личный кабинет, то ошибка практически исключена. В случае, если налогоплательщик выбрал другие способы подачи заявления, почта либо в специальный бокс, он должен быть очень внимательным при заполнении таких важных реквизитов, как банковский счет, для перечисления субсидий. Имеются случаи представления заявлений на субсидию через сервис «Обратиться в ФНС». Но такие заявления не могут быть рассмотрены по причине невозможности однозначной идентификации налогоплательщика. В таких случаях мы рекомендуем направить новое заявление повторно, способами, которые определены правилами предоставления субсидий. Чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и парикмахерских. Одним из первых субсидий получил Александр Каратенко. Индивидуальный предприниматель занимается грузоперевозками около 15 лет. Но с такими трудностями столкнулся впервые. Из-за пандемии заказы практически свелись к нулю. Помощь государства пришлась как нельзя кстати. Начался карантин, значит уменьшилось количество работы, естественно и поступление денег уменьшилось. Услышал, что наш президент пообещал помочь индивидуальным предпринимателям. Я обратился к своему бухгалтеру, который обратился в налоговую инспекцию. И через некоторое время помощь президента пришла мне на счет. Очень быстро. Все решилось буквально в течение 10 дней. Через 10 дней я деньги получил уже. Все-таки помощь президента полезная вещь. Немного времени на оформление субсидий потребовалось и владелице магазина восточных товаров Анне Чижовой. Несмотря на кризис, они сохранили персонал. А при поддержке государства смогут сохранить и свой бизнес. В период самоизоляции, естественно, наступили трудные времена. И нам очень помогла субсидия от государства, чтобы иметь возможность заплатить зарплату сотруднику своему. Пусть он и один, но он нам дорог. Наш бухгалтер, который нас обслужил, очень оперативно отслеживал информацию, подавал заявление. И мы рады этой поддержке, что удалось, надеемся выстоять в это время. Потенциальные получатели субсидий, деятельность которых подходит под основные критерии, и которые до настоящего времени не направили соответствующее заявление в налоговый орган, должны поторопиться, так как срок предоставления заявления за апрель подходит к концу. Узнать более подробную информацию о реализованных мерах поддержки налогоплательщиков в период распространения коронавирусной инфекции, а также проверить, входит ли ваш бизнес в список пострадавших отраслей, можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Коронавирус. Меры поддержки бизнеса». Необходимую информацию также можно получить по телефону горячей линии Федеральной налоговой службы России 8 800 222 22 22. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».